Продолжение следует... 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 А потом вернул. Сказал, знаете, братья, я-то бесплатно буду охранять вашего добрового. Вот так любовь победила зло. Вот чем старцев отличает, да, прежде всего, от других людей? Прежде всего, это жертвы не с собой и стараться не делать зло. Это самое-самое главное. Вот мне бы хотелось бы всем нам пожелать как можно больше этого добра делать. Поэтому вы увидите, что обязательно добро вам возвратится. Это обязательно, это непреложный закон. Обязательно, может быть, не сразу, потом оно обязательно возвратится. Вот этим старцы всегда отличались. Отец Кирилл наш покойный в царстве небес, но он всех прощает. Кто-то к нему не приходил, с какими грехами, он духовник, как сказал Баласе Россию, он приходит, он всех прощает. Какие грехи дни, вы всех прощаете. Всех прощает, не ругает, конечно, может быть, так по-доброму ругает. Но важно было, чтобы именно человек понял, что он согрешил нам человеку. Вот это самое главное. И вот тоже мне хочется нам пожелать, чтобы мы с вами всегда оставались людьми. Вот у нас был такой великий наш, можно сказать, святитель, современность, это митрополит Антоний Сурожский. Он в Англии жил. Вот. И он умер, ну, совсем-совсем недавно умер. Он вообще-то русский человек, но родители его эмигрировали. Во Франции он там жил. И у него был духовный отец, валаамский монах. И этот духовный отец, он все одного. Вот кто к нему, вот что у него было в кармане, это были 30-е годы. Вот идет, а нищий у него просит, батюшка, ради Христа подай. И он понял, последние деньги. Он, она возьми. В нынешний день мне особенно хотелось бы поблагодарить благотворителя, китера православной гимназии Владимира Петровича Ирохина, вот за то, что он тоже, я понимаю, как ему непросто, и сколько трудов, и приходится для того, чтобы устраивать здесь, на Фрововской земле, устраивать храм, богоявление, устраивать православную гимназию, помогать в благоустройстве города. Это все стоит огромного труда. Потому что, да, конечно, я как руководитель сам понимаю, что, да, у тебя какие-то возможности есть, но тут надо еще, чтобы люди, которые тебя окружают, тоже понимали, что это нужно. Владимир Петрович, спасибо вам большое за это. И мне бы хотелось бы... В этот день мне особенно радостно зачитать указ. Указом нашим во внимание к помощи Улипинской епархии и в связи с 73-м со дня рождения Ерохин Владимир Петрович, председатель Совета директоров ООО «Сургутнефтегаз» удостоен ордену Русской Православной Церкви Святаго Благоверного Князя Бенива Московского 3-й степени Кирилл, Патриарх Московский, Россия Руссия. Спасибо. Я очень рад выполнить эту миссию такую, почетную. Это, конечно, очень жалово, но вообще всего, что произошедшего, каждый раз приезжая в Восролово и на такие мероприятия сегодня у нас престольный праздник Православной Гимназии и особо уважаемый Владыка, уважаемые священнослужители, руководители города, района, руководители гимназии, преподавательских соцсетях учащихся, гости, сидящие здесь, родители. Конечно, чувство волнения и удовлетворения, когда встречаешься вот на таких мероприятиях, испытываешь, это заслуга, конечно, всех сидящих в этом здании. Это и православный приход, и руководители города, и все, кто были связаны с тем, чтобы город Сролово у нас с вами развивался и хорошо. И вот сегодня, с каждым разом, когда приезжаешь на праздник преподобных Тарцево-Линских, в честь кого названа гимназия, мы каждый раз больше и больше узнаем о Тарцево-Линских. И вот выступала Елена Цепановна, она сказала, что Серафим Саровский сказал, что это школа духовного нравственного воспитания вот была. У нас действительно так вот получилось, что, наверное, сверху это все направляется, что был построен, восстановлен после разрушения храм Святой Богородицы. И можно было по-разному назвать гимназию. Назвали ее гимназией преподобных Тарцево-Линских буквально день за днем. Вчера был один праздник, сегодня другой, и это все как бы совпадает. И это, конечно, очень здорово, что это все происходит в городе Сролово. И, наверное, не случайно, эта гимназия у нас, которая получила подрекальное представление, она является пока единственной в Волгоградской области. И вот благодаря, конечно, и покровительству владыки, уважаемому лестерию, постоянно в нашей гимназии проводятся вот такие мероприятия. И к православному приходу появления, уважаемому батюшке, руководителям города, района, вот такие мероприятия здесь постоянно проводятся. И вот чувство глубокого удовлетворения испытываешь, когда смотришь, вот первоклассники сидят, они только-только сделали первые шаги вот учебы. И выступающие здесь десятиклассники, восьмиклассницы, пятиклассницы, которая выступала, это будущее нравственно подкованное поколение России, которые никогда не сделают в жизни что-то нехорошее. Они будут внести марку российского гражданина. Это очень важно для сегодняшнего трудного времени, которое испытывает весь мир в противостоянии. И для нас это очень важно. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником, праздником престольным в нашей гимназии. Я уверен, что гимназия, она будет у нас с вами процветать, и из нее будут выходить очень достойные люди. А первый выпуск уже повторял. Это тоже было здорово. Мы здесь присутствовали и поздравляли наших выпускников. Ну а учащихся, я желаю хорошо учиться, послушание каждый выполнять. Я думаю, из вас вырастут очень достойные ребята. Всего вам доброго. Спасибо, уважаемый владык, за награду. Я очень трону. Большое спасибо. Книги, посвященные то нашим краеведениям, то нашим святым. Последняя книга выпущена у нас недавно совершенно в этом году. Это о нашей святой, несключительной преподобной Арсении Серебрякову. Это выпущено нашими священниками, отцом Константином Зеленским и отцом Евгением Агеевым. Об этом замечательной святой. Я бы хотел привести в удар эту книгу и помощи и покровительства преподобной Арсении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово предоставляется председателю Туловской городской думы Василию Васильевичу Данкову. Уважаемый Ваше Пресвященство, Владыка, уважаемый Владимир Петрович, отец, священники, дети, родители, кремные сферы, преподаватели, полный задумок. Конечно, мы пробуем то, что мы сегодня присутствуем на таком плавном для нашего города мероприятии. Это, прежде всего, наше православное время, здесь отмечено как единственное в городской области. Для нас создавалось в Украине таких прекрасных людей, которые стояли у листоков и дальше продолжали. И, наверное, ни одно заведение учебное в городе Тулово мне о таком попечительстве не может даже и не читать. Потому что все это в руках государства здесь стоят просто люди, те, которые верят, которые надеются, которые именно откладывают вот такие вот свои души, процветания, образования людей, прежде всего людей, ну, естественно, и процветания нашего города. Почему это я говорю? Потому что наши дети, которые в этом году выпускались и дальше они будут выпускаться, в последующие годы они несут именно то зерно, которое будет прославлять город Тулово. И всегда они будут приезжать сюда и видеть свой гимназиум, святующее, развивающее. Дает надежду каждому маленькому человеку, чтобы он реализовался в этой жизни, в этой непростой жизни. В этом непростом водовороте, который на сегодняшний день, выходя из этих стен, оно постоянно заталкивает. И чтобы вот эти искушения их, как бы меньше их опасались, чтобы у них был хороший степень. Я хотел бы поблагодарить, прежде всего, Валентина Туловича Рокина, ну, и поздравить, естественно, с этой хорошей наградой, и повелательность, здоровье, счастья, благополучия, и возраст, и медиа. Потому что этот человек, конечно, очень много делает для Ярославия, для процветания нашего города, и куда бы не прикоснулась ее рука, но везде только, как бы, как бы, сказать, ну, все к месту, все к делу, и все расходности. Это, посмотрите, вот на Кисомольскую партию, вот памятник Невтяньки, здесь, вот везде, это все, это с честностью, с толком, с остановкой. И хочу сказать, что он низко пополнился. Конечно, Павел Назаринский, хочу сказать, нашему владыцу, его пресвященству, и все, то, что, вот смотрите, какой у нас сегодняшний день праздник, который мы сегодня проводим, на каких, вот таких, вот именно душевный, такое наслаждение, которое мы сегодня с Петругией, с Молитвой, и вот здесь рассказывают о старцах Ленинских, оно, естественно, это трогает, и мы говорим, что это престольный праздник, был престольный праздник города Холова 21-го. Все это сочетается. Конечно, мы ведем, как бы, духовно-нравственное воспитание в городе, и надеемся на то, что мы в некоторые моменты и празднуем его, и вообще по отношениям к другим мероприятиям будем в том, чтобы относиться с твоей обратной коррективой в плане духовно-нравственного воспитания, в плане местных традиций, обычаев и так далее, потому что это не все это сразу строится, потому что нужно какой-то фундамент. Мы принимаем исторические какие-то события, исторические какие-то наших людей, которые вводили наш город и пославили наш городской край. И хотелось бы, чтобы все это было согласен, конечно, и самой школы, чтобы они принимали в этом участие, ну и сами родители, жители нашего города. И поэтому хотелось бы пожелать нам всем здоровья, счастья, благополучия, а главное для нас всем большого терпения, преподавательского состава, потому что это не будет путь, а самый тяжелый путь, когда воспитываются наши дети и родители в соответствии. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, отец Федор, уважаемые присутствующие отцы, святые отцы, ученики, учителя, родители, также Лена Алексеевна, поскольку вас поздравят с этим действительно замечательным праздником, который сегодня присутствует на этом мероприятии. Все очень красиво, душевно, тепло, приятно присутствовать и слышать такие слова Владимира Петровича, нашим европе, я волнуюсь очень сильно. Владимир Петрович, большое вам спасибо за все, что вы делаете на нашей проволоске и городской земле, буквально несколько лет, десятков лет, еще кто старше поколение, помните, как приезжаем в город Фрово, он был неказисто, некрасиво. Также площадь вокзальная, сейчас стоит такой памятник замечательным нефтяникам, и она была устроена. Помните, вот это, где у нас находится сейчас храм, был старый, разбитый дом, заросший клинами, сейчас такой красивый, очень красивый. И прям проезжая, многие товарищи, которые проезжают, никогда не были в городе Фрово, проезжая мимо по железной дороге, они говорят, ну, Иван Игорь Михайлович, ну, у вас такой замечательный храм, такие красивые купола, просто все замечательно. Ну, простите, что может быть не так, я очень ровно. Низкий поклон вам всем, здоровья всем, всего самого наилучшего, доброго, светлого, хорошего. С праздником вас! Да, действительно, как-то, Василий Васильевич, уныло поздравил. Сегодня праздник, поэтому вы должны все радоваться. Да, получил достойную награду Владимир Петрович. Это хорошо, это правильно, потому что, помните, именно я обращаюсь к детям, что каждый человек на этой земле оставляет след. Но какой будет этот след? А вот то, что оставил Владимир Петрович после себя, вот в виде храмов и гимназий, это огромнейшее будущее. Будущего такого у других районов и городов нет. Поэтому у меня два старших сына, они уже поженились, у них скоро дети будут. Но у меня есть еще один, третий сын, который на следующий год пойдет в школу. И я надеюсь, что он пойдет именно сюда, в православную гимназию. Поэтому православную гимназию учителей, учащихся с праздником, с престольным. Ну и всего доброго. Прогинолировать и не только, скажем так, направить детей, они тоже... Ваши пречи все, священство, духовенство, педагоги, наши любимые дети, и уважаемые родители. Я пришел не один, я являюсь, Владимир Петрович, счастливым отцом двух дочек, которые обе учатся в этой гимназии. И по такому случаю хочу выразить сначала от себя, потом от всех родителей большую вам благодарность, поздравить вас с такой заслуженной, благожданной наградой, как и все, наверное, родители. Мы своим детям желаем счастья, желаем здоровья, желаем, чтобы они у нас росли счастливыми. Но каждого человека, кому довелось испытать благодать Божью, кто ощутил радость в сердце, а я волнуюсь тоже. И вот поняв вот это истинное счастье, конечно же, ему хочется, чтобы это испытывали его дети. А что может быть для отца более желанным для ребенка, чем жизнь вечная? И так вышло, что моя мечта, я бы даже сказал, главное дело моей жизни, благодаря вам, благодаря вашему доброму сердцу, благодаря той почве, которую Бог посеял в эти зерна, эта мечта сбылась. Я теперь каждый день провожаю детей в гимназию, есть такое выражение, испытываю вечное Рождество в душе. Спасибо вам большое. Спасибо. Моя маленькая болезнь, благодаря вам. И еще, еще хочу сказать слова благодарности преподавательскому составу этой гимназии. Спасибо вам, Елена Алексеевна, за эту семью, которую мы здесь могли создать. Я сюда как, я сюда бегу с удовольствием, на все мероприятия, на все собрания, на все праздники. Я чувствую здесь себя как дома. Спасибо. Здесь столько диплом от педагогов, столько доброты, столько сердечности, что я еще раз и убеждаюсь в том, что я сделал правильный шаг для своих и для их счастья. спасибо. От имени всех родителей я благодарю за вашу жизнь, за вашу жизнь, а вам низкий педагогов. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо Восемья Васильевича, когда все вот это начиналось, когда вот где настоит был военкомат, когда там просто был Кослован, не было храма подъявления. И вот эта тормедная работа, в том числе и депутатского корпуса, и тех, за эти годы смогли вот это все сделать, а сделать это было конечно трудно. Вы знаете, какие были сопротивления идей по поводу военкомата, они хотели переезжать и все, и как Василь смотался, то Москва, то Ростов, как всем Крилосовым, как бабушка, тут возглавлял нас кем? Это совместная работа, и поэтому это что вручил владыка, это частичка для тех, кто перечислил, и Евна на сколько труд заложила на моменте становления. Это награда для всех, для нас. Ну, так вот получилось, что вы вручили мне, поэтому я... Это награда, вы знаете, это с каждого день сидящего, а вот скромно сидит Вадимин Вадимин, что он может сказать? Все на его плечах происходило. Батюшку я уже завалил. Это заслуга тех и преподавательского состава, которые воспитывают, каждый день, каждый чат прекрасных ребятий. Ну, действительно, когда вот сюда приезжаешь, вот, чувство такого глубокого удовлетворения, то есть я, честно признаться, вот, живу на сегодня гимнадии, да, вернее, это как вот кусочек сперта, которая у меня присутствует каждый день, каждый чат. Большое всем спасибо. и Спасибо. Спасибо. девки у нас тоже хотят понравить вас песней. Группу Влада Весты будьте добры, пожалуйста, скульдите. Церковный миг куполами Небо синее, синее Я иду под моими ногами Русь пролегла родимая Диким светом далеким светится Небо звезды тела озаренные Нелегко душевые верятся В мечты ради живут спасенные В чистом небе поют хирургимы Сердце рвется от счастья и радости Для меня этот мир любимый Полон света добра и благости Диким светом далеким светится Небо звездами озаренные Нелегко душе моей верится Вечный рай где живут спасенные на земле моя жизнь кончится пролетит незаметно как птица и мне очень очень хочется за Россию всегда молиться диким диким светом далеким светится Небо звездами озаренные и легко душе моей верится Вечный рай где живут спасенные диким светом далеким светится Небо звездами озаренные и легко душе моей верится Вечный рай где живут спасенные АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера было при поздравлении с праздником ПОСТУПСИТЕ БОГОЛОДИСИ ИЗ ВОСМИ А СЕГОДНЯ АСЕГОДНЯ СЕЧАС ТЕЛЕФОННЕ НА МАЛНОКАЕТ ПИШИТ СООБЩЕНИЯ НАШИ ВЫПУСКНИКИ ПОЗВОТЬ Я ЗАЧКАЛУ ПУТОМУ ЧТОТОНУ ЧТОМУ ЧТАЕ АН РИСОВНО МИЛНУ ИНО ПАМАНО МИЛА РАНЦЕ ВСЕХ ПОЗДРАВИЛ ДАШУ МАЛУ Шесть утра. Пописал с праздником дорогая гимназия. Потом было сообщение от Виталика Чапирикова, Даша Волгоградин, Медицинский университет, Виталий Кростовский, Университет железнодорожного транспорта. Любимая гимназия. С праздником преподобных старцев Ленинских. В этот день хочется пожелать хороших учеников, которые смогут прославить гимназию своими научными достижениями. Милости Божьей во всех начинаниях. Хочется поблагодарить весь педагогический коллектив, который вкладывает все свои усилия на благо просвещения подрастающему поколению, не жалея себя и своего внимания. Первые выпускники и перечисляют. То есть от кого это сообщение? Наверное, списывать. Гардин Петр, Донкова Полина, Егора Владимировна, Кирилева Дарья, Малова Дарья, Прекрасного Анна, Тихонова Екатерина и Чебельков Петали. Как писал апостол Павел в своем послании к евреям, поминайте наставников ваших. Всегда будут поминать учителей, которые, не покладая рук, учили приходить на помощь тем, кто в ней нуждался, закладывали в нас человеческие качества. Большое вам человеческое спасибо. Желаю, чтобы гимназия стала известной своими выпускниками не только в пределах нашего любимого города Фролова, но и за пределами области. Гимназия – это место, где мы выучились, выросли не только физически, но и духовно. Она воспитывала нас и научила быть достойными гражданами общества. Все на гимназии мы научились быть прилежными и трудолюбивыми, познали молитвенное слово. Именно она сформировала нас такими, какие мы есть. Мы благодарны учителям, благодетелям и работникам гимназии за все эти прекрасные годы, которые мы в ней провели. Мы желаем, чтобы гимназия еще много лет... Еще много лет... Вы знаете, да, это многого стоит, дорого стоит, когда дети пишут, никто их об этом не предупреждал, никто не принуждал, они просто каждый день на связи. И знаете, очень приятно было, когда мы с ними разговариваем, в воскресенье, 1 сентября, они могли бы просто отдохнуть. Почти все из них были на богослужениях в тех городах, где они учатся, и были на молебле, посвященном 1 сентября. Вот, спаси Господи, всех, наверное, кто вложил в этих детей частичку своего сердца, это те люди, которые сегодня здесь присутствуют. И Владимир Петрович, и дорогой владынь, и Василий Васильевич, и батюшка Федор, и власти наши районные, которые тоже, наверное, немножко завидуют нам, но и в то же время, я смотрю, уже дети наши тоже районные, тоже начинают учиться в нашей гимназии, значит, оценивают наш труд. И дорогие педагоги и работники гимназии, низкий Вам поклон за Ваши труды. И, конечно, особая благодарность и по нашим священнослужителям, которые не пристанно молятся о наших детях. С праздником! С Днем Побогов! Спасибо! Вообще, это особенное событие. И, во-первых, конечно, любое учебное заведение, когда открывается, и если оно несет в себе воспитательную направленность, конечно, это очень важное учебное заведение. Вот. Потому что, ведь, мы все прекрасно помним, что школа всегда давала не просто знания, да, но и мы вот вспомним, мы вспоминаем свои детские годы, мы вспоминаем школу, что это не только учебный процесс, но и, прежде всего, какие-то события, какие-то мероприятия, какие-то общие дела, да. Вот мне очень радостно, что здесь это, ну, по-современному сказать, я этого слова не люблю, не люблю культивируется, а лучше сказать, взращивается, да. И, ну, немножко жалко, что у нас, конечно, не хватает таких учебных заведений, потому что, вот, разговаривая, например, с людьми, им бы хотелось, чтобы дети бы учились именно в таких учебных заведениях, да. Конечно, много критики к современной школе, но мы, когда приходим, например, и разговариваем с преподавателем наших современных школ, мы сейчас на Августовске, преподавателем, приходим, беседуем, говорят, мы не приходим вас чему-то поучить, мы приходим вас поддержать, потому что преподавателю, педагогу сейчас очень-очень непросто и нелегко, когда, ну, это само служение педагога, это, к сожалению, вводится как, ну, как сфера услуг. Мне бы этого не хотелось. Всегда учитель – это тот человек, который был непосредственной части семьи, того ученика, где этот ученик учится в школе, в этом классе, да. И очень рады, что здесь, на Фроловской земле, благодаря вот добрым людям и, конечно, Владимиру Петровичу Ирохину, которая сегодня вручена, я думаю, это награда, заслуженная награда, мы долго к ней готовились, это, вот, долго ждали эту награду. Я благодарю, конечно, Святейшего Патриарха, что он кликнулся и увидел, что на самом деле очень много сделано, да. Хотелось бы, конечно, чтобы этот уникальный пример, опыт, здесь, на Фроловской земле, бы распространялся и по другим районам, да. Вот, потому что ведь очень важно, чтобы и, ведь, и здесь воспитываются, ведь не только дети, но и родители воспитываются, чего, к сожалению, у нас часто не хватает, да. Вот это очень-очень важно. Чем бы мне хотелось бы отметить нашу православную гимназию преподобных гринских старцев в городе Фролово. Спасибо. Спасибо. Спасибо.